так начинаем традиционный урок 1 1 1 1 2 3 4 5 все собираемся в украине перевели время поэтому сейчас здесь времени уже ого-го да что не знаю что перевели время сейчас в украине без 20 11 уже без 20 11 было без 20 10 так что мы начинаем сейчас традиционный урок традиционный якобы жаттадин и виктор комиссарук моши хаим не виктор моши хаим правильно маша хаим и комиссару тоже как вот комиссар это было по-русски а что комиссарук а как называется еврестий комиссар маш пиа какой-нибудь маш пиа или вождя очень хорошая мангик комиссар мангик может хаим мангик а чё все кстати основателя государства израиль все взяли себе имена там бенгурион никакой был не бенгурион даже алик шарон был не шарон то есть у них у всех были такие фамилии знаешь такие канцельбондин какой-нибудь там бронштейн там всякие это как его тротсти да тротсти и тротсти взял такую левую фамилию хорошо друзья все мы продолжаем у нас сегодня четвертая глава 4 глава мишли и 22 отрывок значит до этого нас мы изучили как что слова тора они должны заполнять твои глаза и нужно их держать в сердце и тут как раз 22 отрывок тихоим эм лимоцеем потому что жизнь они для тех кто их нашел в элихоль басаро марпе и для всего тела для всего басара они исцеление слова торы и здесь интересная такая рафаэль шустер шалом интересная здесь такая вот там что вам и лак сообщает про туру очень интересную две детали значит первое он говорит что они жизнь для тех кто их нашел значит до этого он нам говорил что пусть они не отодвигаются от твоих глаз там впечатай их на скрижалях своего сердца повяжи их на горло то есть если слова торы впечатать себе в мышление то сделать вот моя операционная система вот как у рафаэма каневского урава ильяшева уравинов которые реально раф шах там и так далее то есть у них тора это у них нет мысли другой то есть у них весь мир он о него воспринимают жестко сквозь призму торы то есть вот просто тора и получается что когда вот такое не сделал чек киньян то тогда тора становится для мяса его для всего тела становится марпе хотя говорят что тора тора она уменьшает силу человека да но они как бы были не очень сильные раф штейма например наверняка он штангу не тягал по 200 килограмм но прожил больше ста лет в добром здравии рафа ильяшев больше ста лет в добром здравии рафа ваде сэф около ста лет и в добром здравии до конца они были в здравом уме и двигались и ну как бы не лежали как а шарон например да который без торы жил без торы жил он в молодом возрасте джжж как овощ еще год лежал на сохранении там или два и все вот тебе жизнь старой жизнь без торы жизнь старая жизнь без торы есть разница но для этого нужно конечно соблюсти все предыдущее то что мы учили чтобы и слушать слова торы и к ним ухо направить и запоминать слова торы и запоминать объяснение то есть это было в предыдущем по сути очень важно что вот я в свое время я учил прям наизусть но перки а вот прям заучивал то есть ты учишь наизусть а второй уровень это понимание то есть смысл то есть ты как бы проращиваешь это смысловыми нагрузками в свою жизнь но при этом вот как рава ваде сэф из экрана цедика для враха он значит рава ваде сэф у него есть книга от книга она в 5 савод и он берет мишну там и вот эта книга была по его урокам по перки вот который он проводил к маце шаббат и значит он берет пасук он во первых все знал наизусть и сразу прямо он оп и пошел написано в медраше так вот про этого то она написано так это то она сказал так а вот такая история вот такой-то книги он прямо называет где что написано и у него прямо вся эта ветви она в это вот ветви от дерево отцов называется его комментарий на перки вот то есть у него прямо смысловая нагрузка идет очень глубокими корнями такими уходит как ветвями и плодами а но он помнит перки вот весь наизусть то есть тут очень важно теперь как только ты делаешь вот такой тени анторы то тогда она дает также и исцеление для твоих органов очень интересно дальше двадцать третий отрывок миколь мишмар сорли беха от всех сохранений сохраняй свое сердце тимимену то цаот хаим потому что из него все то цаот это последствия твоей жизни да вот это интересно впервые вот уже сразу раби и тан нам подсказал что он говорит что это очень перекликается с тем что написано впервые вот сейчас мы вспомним давайте просто поймем от всего сохраняя сохраняя ли беха интересно на английский от всего что ты сохраняешь перед на лице переведено так может ол ее майн то есть на английском переводят сердце как майн то есть они реально знают то есть сердце имеется ввиду не сердце а мышление майн это мышление то есть на языке хазаль сердце это вот вот то что в подсознании находится все твое мышление из из всего что ты охраняешь охраняем больше всего свое вот это мышление потому что если ты в свое мышление запускаешь вредные ядовитые семена негатив обман зло там всякое беспокойство даже и так далее то есть это как семена которые начинают прорастать в твоем сердце если же ты наоборот делаешь вот у меня сейчас я с пятницы даже уже написал статью после шаббата новая практика практика этот тренировать свой мозг свой мозг имеется ввиду свое сердце искать во всем позитив именно искать а что в этом есть хорошего еще что в этом есть хорошего а что в этом есть хорошего и в хорошем можно найти еще более хорошая и в плохом можно найти хорошее то что кажется плохим и в среднем можно найти хорошие если ты тренируешь свой 吗 мозг свое мышление выкручивать из всего хорошее искать во всем светлые пятна то во-первых у тебя мышление наполняется тогда добром светом то есть во вторых во вторых у тебя тренируется креативное мышление, оно переходит на новый уровень, то есть в нем прямо начинает вот эта вот функция искать во всем, видеть во всем светлое, она начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться и включается creation, создание, ты уже начинаешь создавать хорошее на автомате, вот такое вот упражнение всем, начиная с сегодняшнего дня, все делаем упражнение, ищем во всем хорошее, вот Наталья Рожкова ищет, слушает мое хорошее, что уроди, что в этом хорошего, да все в этом хорошее, что если уже Наталья Рожкова слушает мои уроки, то значит Наталья Рожкова жизнь улучшается, а Бог любит, когда мы улучшаем жизни других людей, и тот, кто занимается общественными нуждами, помогает другим людям, тому Бог тоже во всем помогает, и вообще это общественные нужды, это нужды Бога, потому что Бог-то за всем человечестве заботится, и тот, кто занимается общественными нуждами других людей, он как бы с Богом становится, выполняет волю Бога, а как известно, сделай волю Бога как свою, чтобы он выполнил твою волю как его. Значит, и молитва у меня, благодаря Наталье Рожковой, и у меня и молитва сегодняшняя лучше прошла. То есть это, сейчас мы как раз смотрим, как свое сердце тренировать, свое мышление на поиск из всего, вытаскивать максимум добра. И даже если что-то негативное, даже если что-то негативное чуть-чуть, да, есть, на первый взгляд, и ты из этого вытаскиваешь тоже добро, то тогда, во-первых, ты вылазишь постоянно из депрессухи, во-вторых, мозг тренируется. И вот он говорит, от всего, больше всего, что ты сохраняешь, сохраняй свое сердце, и потому что от сердца все тот саотхаим. Написано в перте, все следствия, которые в жизни человека есть, это из его сердца. Написано в перте, вот, прям конкретно, что Рабан Йоханан Бен Закай спросил своих учеников, какой путь хороший, что к нему прилепится человек. Говорят, что прилепится, имеется в виду, что идя по этому пути, человек прилепляется к Богу. Не к пути он должен прилепиться, а прилепиться к Богу. Что это за путь такой? Говорит Раби Элеезер Бен Урканас, да, его первый ученик. Первый. Он говорит, это говорит Добрый глаз. Это то, как раз, о чем я сейчас говорил, что ты во всем видишь добро. То есть, ты смотришь, о, какой хороший день, о, какой хороший там морозец, заморозил сейчас, да. О, холодно сейчас, вот заколю, значит. То есть, это во всем видишь добро. Второй, его ученик говорит, Раби Юшоя Бен Хананя. Он говорит, нет, говорит. Самый главный путь, по которому человек должен идти, Хаверто. Нужно найти себе хорошего Хавера. Друга хорошего надо найти. Если у тебя такой хороший друг, который Цаади, который тебя на правильный путь наставляет, значит, вот это самый лучший путь. Раби Шимон Бен Натанель. Раби Йоси Акоэн. Третий. Он говорит, какой это путь? Шахенто. Хороший сосед. Это хороший сосед нужен тебе. То есть, нужно поселиться в Мэша Рим, что у тебя вокруг были хорошие, добрые, религиозные люди. Как можно ближе к тебе. Чтобы жить надо, если он хороший сосед, надо жить очень близко. Там все живут очень близко. И если у тебя есть хороший сосед, то он тебе не даст слушать музыку не ту. Он не даст тебе пост наложиться. Он не даст тебе хороше ругаться дома. Потому что он будет как бы с ним опознан. Да, это хороший сосед. Теперь, значит, Раби Шимон Бен Натанель, он говорит, нет, говорит, самый лучший путь это Аруэ, это Нолад. Тот, кто видит то, что рождается. Вот здесь как раз, здесь есть тот, кто видит то, что, Ивалет, надо сказать, если смотреть в будущее, тот, кто видит то, что родится. А он говорит, Аруэ, это Нолад. Тот, кто видит, что родилось. Что это значит? То, что родится в будущее, я не могу увидеть, я могу только предположить. Но, то, что Нолад, то, что родилось уже, тогда я могу поэтому понять, какое мое действие, я могу наблюдать, причина следственной связи. Тотсаот Хаим, как раз вот эти вот следствия жизни, я их наблюдаю, и я понимаю, если у меня системно что-то идет не так, значит, в ком причина? Во мне. А раз во мне причина, значит, я должен ее исправить. И тот, кто видит, наблюдает за собой, тот, кто видит, что рождается в его жизни, потому что смотреть, что рождается в чужой жизни, тоже можно, но очень много неизвестных. Мы не знаем, что он думал, что он делал, что было до, что будет после. Мы за чужой жизнью, мы не можем наблюдать и адекватно понимать. Плюс мы должны, чужую жизнь, мы должны, мы должны искажать в хорошую сторону. Поэтому мы за чужой жизнью не должны наблюдать. Мы должны наблюдать за своей жизнью. Сказал Робан Шимот Беннатанель, тот, кто наблюдает, вот сегодня мой день, значит, как я сейчас чувствую? Вот так. Там не очень хорошо. Почему я чувствую не очень хорошо? Спал не очень хорошо. А почему я спал не очень хорошо? Кофе попил перед сном. А, понятненько. Оп, записал. Кофе не пить. После шабата. Ну, например. И так далее, и так далее, то тот, кто видит Анулад, и он понимает, что всем рулит Кадош Баруку, всем рулит Ашем, это, он говорит, лучший путь, по которому человек может прилепиться к Богу. И Раби Элязар, Элязар Беннарах, он говорит, лэфтов, доброе сердце, это основа всего, хорошее, доброе сердце. Тогда, сказал Рабан Йохан Бензакай, я, говорит, вижу, вот, его словах, доброе сердце, оно важнее, чем все, потому что в добром сердце есть все остальное. То есть, то, что называется, и здесь сказал нам Шлома Амеллах, до этого он нам что сказал? Он нам сказал, больше всего охраняемого, охраняя свое сердце. Что это значит? Не впускай в свое сердце негатив, не впускай в свое сердце ложь, не впускай в свое сердце, там, беспокойство. Все, не парься, ты не должен, ты должен, а что надо впускать в свое сердце? Тору, Тору. И если ты уже хочешь впускать что-то, кроме Торы, если у тебя профессиональное развитие, развивайся профессионально. Вот я вчера, например, вечером после шаббата еще успел почитать две книги. Одна книга называется Бис Стоун. Бис Стоун, это решайся на создание чего-то великого. Это, это книга о создателе Твиттера, да, совладелец Твиттера, и как вот он рассказывает, вот как создать что-то большое. Я хочу, чтобы портал Ваикра был главный портал вообще, чтобы все люди и возвал, чтобы Бог взывает каждому из нас. А портал Ваикра – это площадка для раввинов, для людей, которые уже пришли к Богу, чтобы они могли взывать к людям и прямо им рассказывать о Торе, о жизни по Торе, о том, насколько это хорошо и приятно. и вот надо развивать вот этот вот портал Ваикра, поэтому я вас очень прошу, и читайте, и помогайте, и развивайте портал Ваикра. Дальше. А вторая книга была тоже связана с профессиональным развитием, с бизнесом. И, то есть, когда ты охраняешь свое сердце и впускаешь в него только семена, которые ты хотел бы, чтобы они прорастали, и мало этого, твое намерение, чтобы они прорастали только в позитив, это то, о чем он говорил. Больше всего охраняемого, 23-й пасуг, охраняя свое сердце, из него все Татсаотхаим, все твои решения, все твои эмоции, все твои действия, все идет из твоего сердца. И если там все чистенько, аккуратненько, все грамотно, все расставлено, в сердце, информация, и она приправлена добром, значит, у тебя будут все Татсаотхаим. Вообще, перфект. Дальше. 24-й отрывок. Асер Мимха Икшут Пе. Убери, говорит, от себя Икшут Пе. Велизу Цватаем Архек Мимеха. И искривление твоих уст отдали от себя. Значит, здесь есть один комментарий на предыдущий пасуг Малбима, который, который, ну, он чуть-чуть, как бы, по-другому объясняет пасуг, чем я объяснил, да, что из сердца Татсаотхаим. Он говорит так, что Бог больше всего смотрит на сердце человека, и если у тебя действия даже твои, они выглядят как некошерные или как неправильные, а оно в сердце твоем все правильно, намерение, Бог-то знает твое намерение, значит, от сердца все будут Татсаотхаим. То есть сердце важнее, твое намерение важнее, чем внешнее действие, потому что бывает, что человек выполняет заповеди, а в сердце он в это время думает, ну, там, что-то нехорошее, и внешние его действия хорошие, а внутренние нехорошие, это одно. А есть, например, Гдолла Аверали Шмай, а есть такое выражение, великая вещь, это преступление, но во имя небес, да, и когда Эстер, например, шла, внешне она шла к этому, к фараону, не к фараону, но внешне она шла делала, ну, казалось бы, не кошерное действие, а внутренне она делала кошерное действие, да, то есть она шла жертву от собой спасать еврести народ, то это, это и называется, что Бог знал, что в ее сердце. Теперь, и тогда, если идти по Малбиму, мы изучаем, следующий посуд, который мы изучаем, если идти по Малбиму, он такой, что ты убери от себя и к шуте, значит, искривление рта убери от себя. Почему? Потому что веди себя так, чтобы даже не могли подумать внешне, что ты делаешь что-то неправильное. То есть он говорит, хотя Бог читает сердца, и ты можешь не париться, но ты должен париться все равно, что подумают про тебя люди. То есть ты должен даже убрать от себя, это как бы мы идем сейчас по вот этому объяснению, по Малбиму, он этот же посуд продолжает объяснять, и говорит, вылезут, сватаем, архек мемеха. Но есть у нас запрещенные вещи, мишу, мариат, потому что могут увидеть и подумать. То есть Тора об этом говорит достаточно много, и говорит даже такие страшные вещи, которые, которые многие на это не обращают внимание, религиозные люди, равиды, что, например, пятно на одежде, грязная одежда у религиозного человека, там, у раввина, это может быть даже в некоторых случаях Иллу-Ля-Шем, да, то есть скажут, вот смотри, он религиозный, а как он выглядит, как он себя ведет. То есть внешнее, оно должно соответствовать внутреннему, да, и хотя он цадик-цадик, но он должен выглядеть, его люди должны любить. Тот, кого любят, бреет, того любит Бог. И тоже надо за этим очень сильно следить. Рабан Йоханнан Бен Зака не было человека нееврея на шуте, который успел бы ему сказать здрасте первым. Он со всеми здоровался первым, он всем улыбался. Илли-Азакен, про которого есть много истории в Талмуде, он, значит, Илли-Азакен был добрый, его никто не мог вывести из себя, он был такой, ну, очень был добрый, спокойный, хороший человек. Если мы возьмем тех людей, которые, которые вошли в историю как выдающиеся личности в еврейском народе, один из них был Раби-Уда-Анаси, Раби-Уда-Анаси, который был, ну, составитель Мишны, так он был, у него коней было больше, чем у царя написано в конюшне. То есть он, хотя ему это было неважно, но он, он соединял в себе и знания Тор, его называли Раби-Уда-Анаси, его звали Раби-Уда-Анаси, Рабейну, его назвали Рабейну-Акадош, и Раби просто, три у него было, как бы, названия. Рабейну-Акадош, да, он был святой, но при этом он был Раби-Уда-Анаси, Наси, он был царь, и Раби, он был для всего народа, он был добрый, он был, и есть известная история, как он ходил и искал потомков, там, например, искал тех, которые были, вот, есть история, как он нашел внука Раби-Тарфона, который, который там, не очень хорошо себя вел, и их был Макзир-Бытшува, самых таких вот, из самых низов доставал людей, то есть, очень важно уметь, ну, то есть, надо все стараться соблюдать, в общем. Значит, здесь он говорит нам, что убери от себя любое искривление рта, то есть, ты должен следить очень сильно, как говорится, фильтровать базар, очень фильтровать надо базар, следить за своей речью, это самое главное, вот я сейчас сказал фильтровать базар, некрасиво сказал, потому что это сразу, ну, такое, это вот как раз легкое было искривление рта, и как здесь написано, и искривление уст, то есть, рот это более важно, это более внутреннее, уста это внешнее, и ты должен даже в мелочах быть очень, прямо, точный, в словах, красивая речь, ну, то есть, обдумывать, каждый свой поступок, да, теперь дальше, и последний, мы сегодня изучаем отрывок, ладно, все, на этом мы остановимся, потому что мы уже долго очень все прошли, давайте подведем итог, значит, подводим итог, мы уже 21 минуту занимаемся, подводим итог сегодняшнего дня, то есть, больше всего надо сохранять свое сердце, внутреннее свое состояние, для этого нельзя в него впускать никакой негатив, вообще никакой негатив, но вообще негатива, во всем искать светлое, хорошее, доброе, то есть, если искривлят, то только в позитив, в сердце, Бог читает сердца, должно быть намерение, самое чистое, всегда помнить, шевите, ошемлено, где-то мель, всегда представляй перед собой Бога, то есть, все время в любом действии, ставить себе, что вот я это сейчас сделаю, и что от этого будет пользой для Бога, для мира, для людей, и при этом следить за своим внешними проявлениями, чтобы даже внешнее было выполнять, как в перте написано, принимая каждого человека с радостным лицом таким, Абе Микабелит Коля Дам Бесимха, говорил Раби Шмель, Раби Шмель говорил, принимая каждого человека в Бесимха, Бесевер Панимнефот, Бесимха, и чтобы совпадало внешнее с внутренним, во всем ищи светлые стороны, и заполняй свое сердце Торой, Торой, и тогда у тебя будет вообще все идеально, и будет, мы изучили сегодня, Илеколь Басареха Марпе, то есть, будет выздороветь у тебя все тело твое, это раз, нам обещали, и нам и так же обещали, что в Айсаму Асамейха Сава, и наполнятся твои амбары зерном, тоже они наполнятся, и, ну, в общем, будет все хорошо, все, всем хорошей недели, шаблотов.